добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о клевете как нам распознать для меня например очень сложно было всегда понять вот правду мне говорят или нет я часто ловился на это был период знаете когда я был помощником одно очень известного пастора и всякий раз когда мы где-то были что-то делали он вливал в меня негативную информацию о другом более мелком пасторе с которым кстати у меня так и не получилось никаких отношений потому что где-то в глубине сердца вот этот негатив он прижился даже по прошествии более чем 20 лет я продолжаю осторожно относиться к этому человеку хотя уже сто процентов знаю что его оболгали что действовал дух клеветы но тогда я был сто процентов уверен в том что помазанник божий человек в рот которому я заглядывал может делать такие вещи как мы можем распознать этот дух я хочу дать несколько признаков которые помогут вам по крайней мере насторожиться и не допустить чтобы вы стали ретранслятором или транслятором клеветы чтобы избежать этого вам нужно увидеть эти признаки и первым из них является закрытость знаете когда этот человек он что бы то ни было говорит я имею ввиду источник он делает это всегда достаточно кулуарно он не может выступить на публику ему нужны вы им нужна поддержка ему нужно чтобы мы выступили единым фронтом это всегда будет кулуарность это все будут закрытые решения это никогда вот эти разговоры не будут происходить при том человеке о котором идет речь я не я как-то разговаривал с одним очень пожилым епископом который разговаривая с другим епископом обо мне начал получать от того негативную информацию он говорит подождите давайте мы позовем александра и мы поговорим здесь у нас с вами есть шанс все решить на что он получил простой ответ мы уже все решили сейчас мы просто доносим до вашего сведения негативную информацию этот пожилой человек который сегодня уже с господом сказал вы клеветники на что последовало закономерная обиженная реакция и так первый признак о том того что речь идет о клевете это закрытость там не будет участвовать то таком говорят там не будет привлечены свидетели а если будут то только те свидетели которые будут поддерживать точку зрения и вот эта кулуарность подковерность это первый и наверное такой очевиднейший признак того что речь идет о клевете и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»